Нужно ли тебе будет заезжать на шиномонтаж или не нужно? Это ну просто мясо, которое может попасть под машину. Четыре основные опасности на проезжей части для моноколесника. Друзья, с вами Паша Клэмек, снова на канале, снова о моноколесе и не только. Такой у нас солнечный день выдался. Я вас у всех еле вижу в отражении камеры, но постараемся это все пересилить. Благо дело на дворе июнь месяц и вроде бы уже как лето. Чем больше в лето, тем больше моноколесников на дороге. Чем больше моноколесников на дороге, тем теснее становится на тротуаре. Вот такая закономерность. По тротуару у нас ездят и велосипеды, и самокаты, и роллеры, и скейтеры, и моноколесники. И представляете, даже пешеходы ходят. Поэтому рано или поздно каждый моноколесник, без исключения, вот 100%, каждый моноколесник, рано или поздно, через день, через неделю, через год, он вылазит на проезжую часть. И в этом видео я хочу с вами поделиться моими наблюдениями, четырьмя моими страхами, назовем так, которые подстригают любого моноколесника, да и не только моноколесника, любого владельца легкого персонального транспорта на проезжей части. Первая опасность это фуры. Фуры это такие машины, которые обвешены зеркалами. Но даже то количество зеркал им не всегда помогает избежать слепых зон. На ютюбе огромное количество роликов, когда бензовозы, когда мусоровозы давят людей, наезжают на людей. Все потому, что как раз таки в огромных машинах всегда есть большие слепые зоны. И если в обычной легковушке водитель просто может повернуть направо, налево и краем глаза увидеть слепую зону, то в фурах просто так повернуть голову и увидеть, что он находится тремя метрами сзади, возможности не представляется. Если водила фуры начинающий такой себе, да, еще без особого опыта, то вероятность попасть ему под колеса, ну, просто грандиозная. И проблема не только в том, что он не видит спереди, да, то есть если у него вот лобовое стекло, он не видит, что происходит тут. Он еще не видит, что происходит пятью метрами назад. Поэтому моноколесник, который пытается, самокатчик, который, велосипедист, который пытается протиснуться между бровкой и фурой, это, ну, просто мясо, которое может попасть под машину. Более того, если вы стоите на светофоре, если вы стоите на светофоре, к примеру, да, на проезжей части, на своей заслуженной первой полосе, максимально близко к бровке, и слева от вас становится фура, то если она решит поворачивать направо, то даже если вы не сдвинетесь с места, то углом, да, кузовом вас может просто примять на ура. Таких случаев просто масса. Вторая опасность для моноколесника, в первую очередь, и для самокатчика, это наплывы, наплывы на дороге. Наплывами я называю такие, знаете, выдавленные части дороги, которые от температуры асфальта, нагреваемого асфальта, образуются при езде тяжеловесов. Почему во многих европейских странах запрещают ездить тяжелым машинам через города только по окружной, только в определенное время, там, ночью, да, когда температура летом падает? Все просто, потому что асфальт при нагреве, он может выдержать определенный вес автомобиля, да, там, 2 тонны, к примеру, если обычная легковушка, но он не может выдержать вес в 20 тонн, а то и больше. И благодаря вот этим вот колесам, которые двигаются по одной и той же колее у фур, этот асфальт, он просто выдавливается. Он выдавливается и образуются такие наплывы, такие холмы. И если зимой еще в колее, в снегу, вы как-то можете двигаться даже на автомобиле, и поворачивая руль влево-вправо, вам сложно из него выехать, то летом, ну, честно скажу, что даже для автомобиля при перестроении такие наплывы, они опасны. Когда вы или перестраиваетесь в соседнюю полосу, или пытаетесь обогнать какую-то машину. Для моноколесника, для самокатчика это просто страх. Я, честно говоря, опасаюсь в особенности ездить по мостам, по проезжей части, потому что почему-то именно на мостах все вот фуры, все тяжеловесы, все троллейбусы, автобусы, они вот как про по протоптанному маршруту по одной и той же колее двигаются. И буквально вчера на глаза попался сюжет с новостей, что в Киеве ни с того ни с сего просто разложился электробайк, ну, как электробайк, с широкими, да, такими колесами, если я найду видос, вставлю скриншот. И он упал не потому, что его что-то зацепило, он упал не потому, что просто потерял, там, не знаю, колесо или лопнуло колесо, нет, он упал, потому что он просто потерял управление на вот этих вот наплывах. Поэтому, друзья, лично мой вам совет, если вы двигаетесь по дороге в жару, в особенности в жару, по той дороге, где есть вероятность или вы уже знаете, что там есть вот такие вот неровности, такие наплывы, ну, я бы, честно говоря, или перешел на тротуар, или уменьшил скорость до такой, чтобы абсолютно никакой опасности эти наплывы для меня не представляли. Следующая опасность на дороге, как вы, возможно, подумали бы, это ямы, но нет. Ямы, они, как бы, они есть везде, плюс-минус, сейчас чуть о другом. Это освещение. Посудите сами. Два варианта. Если у вас гладкая идеальная дорога, нету ям, и при этом у вас нет освещения, то ехать по такой дороге все равно стрёмно. Вы не знаете, что будет впереди. Фонарь вашего моноколеса во внимание не берем, но, как бы, это не тот формат освещения. Или же, если у вас есть ямы и есть освещение, то вы хотя бы их сможете видеть. Хотя бы сможете, двигаясь на скорости 20-30 км в час, успеть затормозить, успеть объехать. Поэтому освещение, на мой взгляд, более важно, чем наличие или отсутствие ям. Потому что ставить колеса, ну, знаете, мы не в Европе, где, передвигаясь, даже вот вспоминая, когда мы забыли загранпаспорт и возвращались через всю Македонию, потом в вечер ехали обратно. И мне не было страшно, что где-то за поворотом я ставлю колесо. Потому что я знал, что дорога идеально гладкая, как взлетная полоса. На любой скорости едь, единственное, я контролирую знаки и повороты. У нас, к сожалению, доехав с центра Украины, допустим, куда-то в Закарпатье, сходит 7 потов. Особенно через перевал, когда-то, сейчас уже получше стало. Когда доехав всего лишь 400 км, ты думаешь, нужно ли тебе будет заезжать на шиномонтаж, или не нужно, выравнивать диск. И следующий момент, следующая опасность для моноколесников, для всего легкого персонального транспорта на дороге, это разметка. Но разметка не в прямом ее понимании, к которой мы привыкли, она отсутствует, да, на большинстве дорог, она стирается, отсутствует. А разметка, может быть, об этом кто-то не знает, будете знать. Это краска. И краска, которую наносят на дорогу, она имеет такое покрытие, оно имеет скользкое покрытие, чтобы с нее стекала вода, чтобы она отражала, чтобы она менее истиралась. И вот эта краска, она для колеса автомобиля, для колеса самоката, велосипеда в первую очередь, она представляет огромнейшую опасность, потому что она скользкая. Она скользкая в обычное время. Она очень скользкая в дождь, и поэтому после дождя, если есть какие-то лужи, перестраиваться, к примеру, на обочину, с обочины выезжать обратно на первую полосу, на колесе, на любом транспорте опасно, потому что всего лишь вот эти вот 10 сантиметров ширины этой разделительной полосы краски, которая нанесена, они могут сыграть вам злую шутку и подскользнуться, на ней только раз плюнуть. Не верите, просто можете выйти там после дождя или взять бутылку с собой, полить кусочек этой краски и просто проверить на малой скорости, насколько она становится скользкой. Лично для меня вот эта вот скользкая краска, краска после дождя, вот эта разметка, она вызывает больше опасения, чем проезд трамвайных путей под углом, на которых тоже можно упасть. Вот. Четыре пункта, не буду затягивать этот ролик, четыре пункта, которые для меня, как моноколесника на сегодняшний день, представляют некую опасность. Буду рад услышать в комментах, а что для вас в первую очередь, да, может быть вы два пункта основных назовете, что для вас представляет особый страх, выезжая на проезжую часть, как моноколесник, велосипедист или самокатчик, если вы тоже смотрите эти ролики. Буду рад за обратную связь, буду рад за палец вверх и буду рад за подписку, если вам интересна тематика моноколеса. С вами был Паша Кломик, до новых встреч в новых видосах.